Здравствуйте, с вами снова Кулутон и это обзор патча 6.17. Да, у нас давненько их не было, но это один из двух патчей, который будет подготовкой к финалам сезона. Я не мог пропустить такое количество изменений. Перед тем, как перейти уже к обзору патча, я хочу сказать пару слов. На данный момент League of Legends находилась в тотальной стагнации и то, что в этом патче должно было быть, может быть, 5, а то и 10 патчей тому назад некоторые изменения. Игра на про-уровне не различается в зависимости от регионов или же уровней игры. Корея, Европа, Америка, Китай, какая-нибудь Турция и наш всеми любимый LCL играют по одним и тем же пикам и, в принципе, стратегиям. Единственное различие – это то, как они их реализуют и в целом там objective control и decision making. Можно сказать, что игра сбалансирована тем, что она находится в тотальном дисбалансе. Количество играбельных пиков настолько мало, насколько оно было мало на протяжении всего времени, что League of Legends играется. Это нонсенс, когда в первом сезоне там было, например, 70 персонажей, и игралось больше персонажей, чем сейчас, когда их там 130. Но, ладно, давайте уже перейдем непосредственно к патчу. Первое изменение – Аню. Когда Тибер, когда умирает Аня, Тибер входит в Enrage и начинает там всех кромсать, мочить и просто устраивает тотальную анархию. Они это понерфили на 20% быстрее, он теперь будет ослабляться, то есть у него атак спит, ему он спит будет падать. Это изменение правильно, они не нерфят Аню как прокастера, она нерфит ее как ассасин, они именно нерфят вот эту вот механику Тиберса, которого ты хрена остановишь, потому что ты должен использовать все свои сбалки, чтобы убить Аню. Нерф Аши, Аша в каждой игре, правильный нерф. Дюрейшн Ку, не 5 секунд, а 4, и также нерф демаджа ульты, также правильно все. Диана, увеличение рейнжа Е, мне сложно сказать, нужно это было Диане или нет. На мой взгляд, Диана это такой, знаете, хороший пик для платины и лоу-даймонда, и ужасный пик повыше или пониже. Играть на ней уметь надо, но проблемы не решаются. То есть вот это вот баф Ешки не меняет лейнинг фазу Диана. То есть то, что она милишник, это сейчас очень проблематично. Сейчас вообще все милишники проблематичны. Баф небольшой Дрейвена, уменьшение кулдауна, уменьшение моно-коста. Вот это изменение довольно-таки интересное, хотя, на мой взгляд, недостаточное. Я понимаю, почему они не хотят трогать Еву именно такие серьезные изменения делают, потому что персонажу нужен реворг, хотя бы, хотя бы небольшой реворг. То есть даже не обязательно здесь менять скиллсет, в принципе, неплохой. То есть кушка такая у Ешкиная, спамящаяся обилка, которую можно там определенно по скиллбейзу становиться так, чтобы дамажить по двоим и так далее. То есть джангл, как джангл обилка неплохая. Ешка это бурс, дает атак спид, то есть помогает тимфайтиться 2 на 2, помогает бурстить, помогает чистить лес. В ускорение, ничего сверхъестественного, и ульта это такой энгейдж тол. В чем проблема же Евы? Проблема в том, что персонаж ужасно сквишовой, и проблема была в том, что у него слишком длинные кулдаун ульты. Убрав одну из этих проблем, 30 секунд на первом ранге, это фантастический баф. Это просто безумие. Это очень и очень много. Это, кстати, делает Еву чуть-чуть сильнее делает Еву через адейтемизацию, потому что там дает кулдаун редакшн, то есть вы сможете жестче сноуболить, но это не суть важна, это уже надо смотреть. Что нужно бафать Еве? Мне кажется, ей нужно немножечко бафать затанкованность. К примеру, если вы используете В, весь дэмэдж по вам уменьшается на 10%. То есть такого плана, то есть на время вэшки, но это уже к риотам, а хотя бы, вот что я могу сказать, хотя бы правильное направление мышления. У риотов оно включилось. Изрил, баф атак спиды, Изрил, это просто чудо расчудесное. Персонаж с безумным потенциалом, с фантастическими возможностями, с очень сильным гантлетом сейчас. И когда его берут к вам команду, вы начинаете плакать. Ну, в большинстве в своем. Поэтому лично я расстроен этим бафом, потому что Изрилов станет больше, и это грустно. Дайте попью. Гэмпланг. Гэмпланга понерфили 8 раз, 8 или 9 раз подряд. Последний его нерв был в патче 6.4. Там должен был быть еще нерв в патче 6.5, и в 6.6, и в 6.7, и в 6.12, и в 6.13. Но у нас появляется нерв в ГП только в патче 6.17. Гэмпланг. Это больной персонаж. Это персонаж, с которым, на мой взгляд, то, что сделали с ГП, это где-то на уровне реворка Казикса в четвертом сезоне. Если вы не знаете, что из себя представлял Казикс в четвертом сезоне, это было страшно. Но в случае с Гэмплангом, этот персонаж обладает АОЕ дэмэджем, глобул ультой, неадекватный почему-то с затанкованностью из-за базовых стат и вэшки, обладает неадекватным мувмент спидом, бафом с ульты, если он разожженный, скейлингом и в мидгейм, и в лейдгейм, и он собирает сейчас самую сильную армор пианатомизацию, потому что на нем идеально сидит. Также, в отличие от, например, каких-нибудь хардкэрри, ему дается бонусная голда с пассивки, точнее, если бы точно с кушки, с различных вещей на уровне бандита, который почему-то также прокает, и его глобул ульта прокает с Underlord. Мне больно говорить об этом персонаже, и об этом реворке, потому что, на мой взгляд, Гэмпланг это квинтэссенция того, из-за чего я перестал играть в доту и начал играть в League of Legends. Таких персонажей в игре не должно быть. Они не могут быть в игре. Я всегда говорил, что квинтэссенция дота персонажа это, к примеру, мастер Уэ. Но Гэмпланг это немножечко большая квинтэссенция дота. Но не суть важна. Теперь в тему о нерфе. Нерф серьезный. То есть, предыдущий нерф затронул его, можно сказать, лейтгейм, который был совершенно не контрящийся ничем, когда у него было 5 бочек. Но не затронул то, что Гэмпланг все равно может начинать тимфайтить, 45% редакшн собирать и мультовать и так далее. Этот нерф, он правильный. Это нерф лейнинг фазы. Минус 40 хп, это очень серьезно. Это нерф вэшки. Это тоже очень важный нерф. У него монокос 60-100 был. Теперь 80-120. Теперь это говно не поспамить, потому что реморф в Скарве качается на 1. То есть, вы за 60 маны восстанавливали себе в зависимости от количества вашего хп. Ну, скажем так, если вы использовали там, например, где-то на 60%, а его начинали спамить на 60%, где-то в районе 110, наверное, хп. Где-то так. То есть, состояние у гп безумный после тринити форса бесконечный 20% кулон редакшн. И обилка реально слишком сильна. Теперь с таким монокостом, ну, поспамить, да, поспамить можно, но это уже нерф. Нерф там был какой-то баг с тем, что проколосы лайфстил, когда вы взрываете бочку. Я не уверен, что гэмблоки собирают лайфстил, поэтому пофигу. И что самое важное, это нерф ульты. Был кулдаун 160-140 секунд, стал 180-140 секунд. И по нерф или дэмэдж, особенно на первом левеле, был дэмэдж 100, стал 420. Сразу, если мне задать вопрос, достаточный это ли нерф, я скажу нет. Здесь гэмблант настолько broken, насколько он может быть broken, ну, вообще в целом персонаж Лигу Флэджен. На данный момент этот нерф это начало. Последний раз его нерфили в патче 6-4, поэтому я думаю, что гэмблант мейнам еще дадут поиграть на нем некоторый промежуток времени. То есть патчи 10-15, но это не последний нерф точно. То есть, что нужно понерфить ГП после вот этого серьезного нерфа, четверного, ну, стройного нерфа. Весьма очевидная вещь. У него слишком хорошее взаимодействие с талантами. Если у него Куб перестанет прокать парлей, точнее, если у него парлей перестанет прокать бандита, то есть будет давать не 10 голды, а 3 голды, как рейнджит, как бы автоатака, и ульта не будет прокать сэндерлорд, гэмблант будет, я скажу, сбалансирован. То есть, безумный лейтгейм. Лейтгейм не нерфится. Просто ему будет гораздо сложнее в этот лейтгейм перейти. На данный момент лично я доволен. Это создание, этот ужас, они персонажа не трогали на протяжении 13 патчей, получается, и, наконец-то, его немножечко допонерфили. Следующий момент у нас изменение Грагаса. Лично я не считаю Грагаса. Я его не считал никогда чем-то дисбалансным, но я признаюсь, что персонаж слишком сильный, потому что, ну, по сравнению с большинством другим лесников. Но это не из-за того, что Грагас сильный, а из-за того, что, ну, остальные лесники ужасны сейчас. Это, кстати, нужен тоже реворг, в принципе, джангла. Бодислем. Кулдаун был 12 секунд, стал 16-12. Заставит ли это вас максить бодислем? Нет, вряд ли. На данный момент стандартный, стандартный Грагас, первым максит Q, вторым максит V. Теперь, вполне возможно, первым будет макситься Q, и вторым будет E. здесь сложно сказать, потому что все зависит от вашей атомизации, то есть вы идете в АП, и какие у вас оппоненты, то есть много у них АП или нет. В целом, это возможный вариант. Например, АП Грагас и максит E, поэтому я даже вижу, я вижу сначала Q, потом E, да, нерв, но да, не критично. И второй момент, иногда Грагас проходил сквозь цели, используя Бодислем. Я встречался с этим в своих играх, и я из-за этого проиграл одну игру. На самом деле, то, что они здесь пишут, я не уверен насчет того, что это был баг. По крайней мере, у меня было два таких момента, и два этих момента я пересматривал много раз, то есть в записи своего стрима, и я не уверен, что это был баг. Я, конечно, может быть, скажу такую странную вещь, но мне показалось, что это связано с тем, что люди, против которых я это использовал, скриптовали. И это, вполне возможно, была какая-то фигня, прописанная в скрипте, то есть какой-то странный додж в бок, потому что то, как это произошло, это было очень странно. Но это уже, знаете, это охота на ведьм, поэтому я не уверен. И второй нерв, который на самом деле более серьезный, скорость полета ульты была 0, дефис 0,58 секунды. То есть, если вы кидали ее в мили-зоне, то она инстантом прокол, то есть вы могли сделать бодислам R. Но зачем они это делают, я не уверен. Теперь это будет всегда 0,55. Если вы кидаете на макс рейндж, что, кстати, грагасы делают очень часто, она будет долететь чуть-чуть быстрее. Но в целом, конечно, это нерв, это серьезный нерв. И теперь вы не можете, например, использовать такую вещь, как бодислам, то есть бодислам флэш, Q-Ult. Вы должны будете делать бодислам в ульт. Ну, я лично не согласен с этим изменением, но с другой стороны, нерв есть нерв. Если риота решили, что нужно нервить всех играбельных лесников, то есть, это весьма очевидно, они это делают перед финалами сезона, следующий, скорее всего, патч будет с нервами Элис и Нидали. Я не удивлюсь, если это будет Элис и Нидали. Так, Джейс. Бав Джейса, во-первых, монокост Е очень сильно уменьшают. Ешка на Джейсе сейчас макс третьим. С этим изменением монокост вполне возможно его будут максить вторым. То есть, если вы, например, ставите топлайн Джейсом, и будет иметь смысл максить Е вторым. И теперь ульта, ну, ульта, да, когда вы переключаетесь в версию молота, то есть, из рейнджет версии в версию молота, вы будете скалироваться вот это следующая автоатака не от обилити пауэра, а 0.4 бонус атак дэмэджи. Так как Джейс собирает исключительно атак дэмэдж, то есть, стандартный билд на Джейс это манамун, юму, наверное, малмортиус, это приличный баф. Это особенно баф именно такой, знаете, лейнинг фазы, потому что в лейтгейме вы не особо в лейтгейме. Да, иногда вы можете прокнуть, но лейтгейм Джейс там у него дэмэджи достаточно, поэтому быть не критичным. Но в целом это баф. Естественно, это баф. Вернет ли Джейс это в мету? Нет. Но это баф. Еще один нерв Джейна. Все то, что я говорил про гэмпланка, можно перенести на Джейна. Единственная разница между гэмпланком и Джейном, что гп может ультануть стопа на бот, а у Джейн пока еще нет. И то, что они его нерфят, это правильно. Дедли Флориш. Уменьшает атак дэмэдж рейт. Был 0.7, стал 0.5. Совершенно правильно. Вэть дамажило особенно с талантом из первой ветки Deathfire Touch неадекватно. И нерв картон колу, то есть ульты, как вы здесь можете заметить, был минимальный дэмэдж 40, 160, точнее 50, 125. В общем, вы это видите на экране. Одним словом, если вы прожираетесь, то разницы вы практически не заметите, потому что 560, 600 и там разница в 0.5 скейла, но не критично. Ну, согласитесь, это не критично. Но если говорить про Джина в целом, то есть насколько он был дисбалансен, нерв В, нерв вот этих четырех выстрелов плюсы кстати уменьшения кулда, но это тоже не критично. Если говорить про вот этот вот нерв, два этих нерфа, достаточно ли этого? Нет. Этого недостаточно, потому что у Джина ну, немножечко больная механика, конечно. Вот этот вот рут с В, вот этот ульта на полкарты, лейнинг фаза, которая криты на 250 плюс кушка, которая там с одним юмом последним, если перекидывается на 350, но это не очень правильно. Но с другой стороны это нерв. Любому нерву таких персонажей, как ГП и Джин, я буду рад. Нерв это далеко не последний, то есть это не как Калисто, там например убили, просто ее не пикают. Джина будут перма пикать, то есть перма бан, перма пик. Но я все равно рад. Джинкса увеличивается скейлинг от ракеты, на мой взгляд зря. Она сейчас средняя, то есть Джинкса такая средняя, и ну баф есть баф. Кенону фиксят автоатаки, теперь они всегда с одинаковой скоростью летят, что простая автоатака, что улучшенная автоатака, в целом это баф. А про вот это изменение чуть позже поговорю. Блэкшилд Морган увеличивает рейндж, ничего страшного, команд шаг вейв и кулдаун Ариану чуть-чуть бафают, это его недостаточно, и небольшой баф попи, это вот так же недостаточно. А теперь туннели, кулдаун на туннель на первом ранге 26 секунд, на втором ранге, ну как вы видите, то есть максимально ранге 18 секунд. И нерв ульты был 150-70 секунд, стал 180-100 секунд. это нерв. Больше будет заметен нерв туннелей, естественно, ешка макс со вторым. В чем проблема? В чем проблема вот этого нерва? Это не меняет Трик Сай как как объяснить? Это не меняет Трик Сай как персонажа, из-за которого его сейчас пикают. На данный момент Трик Сай это единственный джаннер в игре, который он может ганкать откуда угодно и как угодно. До этого чем-то похожим был Лисин, который в принципе ушел из меты, и чем-то похожим были персонажи а-ля Нактюр, то есть глобал персонажа, может быть тоже Ева. То есть он может ганкать откуда угодно. Он может ганкнуть с линии, он может ганкать с ривера, он может ганкнуть прямо вам в задницу. Сзади он может ганкнуть. И эти ганки практически ничем не контрятся. Ну, в целом они ничем не контрятся. То есть если у вас команда не вардит, но он может просто зайти и вы даже не поймете откуда по-моему вылезла эта скотина. Еще минусы. Еще минусы вот этого изменения. Да, это нерфит мобильность Рик Сай как сплитпушера, но сейчас Рик Сай как сплитпушера практически не играется. Сейчас Рик Сай выигрывает игры до 25-й минуты, покупает Синдер Халл и покупает Титани Гидро являются реально сильным персонажем. Большой базовый дамедж даже после двух нерфов кушки. Приличный тимфайт потенциал, учитывая то, что сейчас большинство джанглеров не особо тимфайтеры. И ну, это недостаточно. То есть если говорить про Рик Сай на данный момент это топ-1 или топ-2 джанглера в игре этого просто недостаточно. Ее нужно нерфить. С другой стороны можно сказать так, Рик Сай нерфить не нужно, нужно бафить других персонажей. Это тоже будет правильно. Окей. Дальше. Баф дамедж ривен. Забей. Вот это с этим изменением я согласен. Нерф Сивера играть против Сивера очень неприятно. У Рикошета бонусный атак рейд был 0.6-0.8 стал 0.5-0.7 Это приличный нерф. И также еще нерфится атак спид. Был 40-80 теперь 30-60 я совершенно согласен с этим. Это нужно было делать потому что Сивер сейчас ну она сильна. Она пришла с про уровней и теперь ее пикают практически в каждой игре в соло-ку. Уменьшение кулдауна на бокс этого недостаточно для того чтобы треш стал играбельным. И нерф пилора Трандл с этим я согласен. А Трандл в соло-ку сейчас по крайней мере на моем элле пикают не особо часто но персонаж очень сильный. Нерф ешку вы уменьшаете потенциал безумного чейз в лайфгейме когда кулдаун с капом кулдаун редакшна становится 0% там пилоры пилоры нонстопом спамятся. Бав войны был рейд 0305 теперь рейд 0307 а война будет макситься через куэта 100% будет ли меня билд вейн сейчас насколько я знаю собираю через фантом дэнсер боттер или через боттер фантом дэнсер я не думаю это приличный бав войны через инфинити то есть это ад война которая не собирает флот атак спит а которая собирает немножечко ад и это баф правильный потому что война сейчас безумно слаба но одновременно с этим они не бафают true damage которые на мой взгляд процентный true damage это брокен механик так что нормальный баф небольшой баф в игре ничего интересного вот это изменение тоже интересно сначала мы поговорим о ве потом мы поговорим о малфите во первых баф щита был кулдаун 18.8 секунд стал 16.8 секунд вот конкретно с этим бафом я не согласен потому что у ве нет проблем с зачисткой леса нет проблем именно с тимфайт потенциалом у ве как раз зачистка леса очень хорошая и она чистит быстро и ну где-то там на 70% хп делает джангл это нормально и зачем они бафают ее я не уверен в этом плане а вот в свою очередь следующий момент здесь я совершенно согласен кушка на данный момент слабовато был кулдаун 18.8 секунд стал 16.8 секунд то есть такой же как у блас шелда плюс вот этот вот контроль который нокбэк ну на самом деле считайте просто как алистар небольшое подкидывание был 05 075 секунды в зависимости от рейнджа на котором вы используете кушку стал 07 всегда то есть если вы используете ку в мили а нормальная ве будет в большинстве случаев использовать ку в мили или ку на флэш это баф плюс когда вы прокачиваете ешку вы сразу получаете 2 стака это также очень хороший баф зачистки леса для ве не бафается то из-за чего ве на данный момент практически но редко пикается это кулдаун ульту по логике вещей с евой я скажу так лично я теперь я буду пикать в лес почему из-за этого изменения из-за этого изменения это слишком серьезные бафы это слишком серьезные бафы зачистки леса это слишком серьезные серьезные баф ве как персонажа который может играть фармбота то есть ве вот за счет вот этого изменения и вот этого изменения в некотором роде превращается что-то по типу шиваны образца третьего сезона то есть персонажи который нереально быстро чистит лес скалируются покупают но в случае шиваны они покупали насколько я помню там танка итомизация sunfire боток в случае свита будет итомизация через тринити форс то есть как я смотрю вот на эти два изменения она в принципе пассивка тоже важно вот за счет этого вы ваншот ники 2 км потому что зови на первом ловлю вы прокачиваете в на втором ловле прокачиваете и вы подходите к красному бафу прокачиваете ешку и просто ваншот эти и в ваншот эти кэмп и потом на кушке раз фигачиваете очень одним словом вы будете слишком быстро чистят лес в орле гейме вы будете слишком быстро получает 6 лаву ави не является чем-то там слабым в плане дуэлянта поэтому измене интересно и я определенно попробую в лесу поиграть она будет сильно а вот сейчас изменение единственное изменение в этом патче с которым я не согласен а я с я когда это увидел моя первая мысль была всех не дойдет до лайва ну ну не ну чуваки но нет ну это не дает до лайва это маразм это бред это неправильно это глупо это ну а ничего лучше я играю на мальфите я умею играть на мальфите я умею на нем лейнить я умею на нем тем файтить и это был всегда для меня один из персонажей которого я могу взять на топ-лейн и затерпеть линию после того как я затерплю линию я убью пару раз там оппонента или если мне не получится убить оппонента я за ром или затопишь и убью кого-нибудь там например на бутлейне что они делают они делают мальфиты персонажем которому в целом не особо нужно вообще ничего ладно сказал хрень теперь пытаюсь быть умным зависимость мальфита от ими от итомизации гораздо она очень сильно уменьшается за счет вот этого бафа если до этого мальфиту для того чтобы к примеру дамажить нужно было 2 и там а сам фарган для теперь достаточно одного и дома потому что вы будет качаться вторым в любых случаях то есть будет прокачка или через евы против авто атакеров примеру и реле или будет прокачка через кувы против большинства персонажей уменьшение кулдауна на в с 14 секунд до 12 то есть при капе кулдаун редакшна если вы не идете во вторую ветку у вас будет кулдаун 7 и 2 секунды длительность этой фигни будет 6 секунд также увеличение скилл от армора был 1030 то есть на первом ранге будет плюс пять процентов стал 1535 это очень серьезно учитывая что мальфит собирает три армора и тому это безумно много и увеличение вот это это вообще мороз просто увеличение скиллинга от армора с 01 до 015 зачем ну ладно но сейчас мальфита не часто пикует ну согласитесь но не часто то есть мета танков ушла даже по того же маука я сейчас не пикует мальфита редко пикают вопрос зачем это делать ну редко пикают ну да может быть давайте вот мое мое любимое что я могу сделать давайте посмотрим на пик рейт персонажа в платине плюс дайте посмотрим какой пик рейту персонаж плейрейт 5 процентов идеальное количество идеальное это перфектное количество вот это вот это перфектное количество винрейт 49 62 процента учитывая что я думаю здесь есть какие-нибудь тральба с фула по билды и так далее вот такого плана кстати забавная тонизация это идеальный винрейт это просто это идеальный плейрейт это практически идеальный винрейт кстати тоже хорошая статистика что мы имеем мы имеем баф вышки в трех аспектах уменьшение кулдауна серьезное уменьшение куба он увеличение армора тем самым вам меньше в целом нужно собирать армора и вы в принципе можете теперь за мальфита это нужно потестить то есть добивать по таурам сколько вам нужно бонусного д вы в принципе можете брать теперь на мальфит красные не надо а одной из трех или армор или атак спит или миксовая пенитра здесь нужно тестить здесь нужно смотреть что вам конкретно нравится и увеличение бонусного дэмэджа то есть у мальфита сами по себе базовые дэмэджи очень высокий то есть на кушку насколько я помню там прирост за лаву 50 до 270 такое высокий дэмэдж на ульту в авто атаки базовые статы мальфита очень серьезный плюс дополнительный дэмэдж своя так спит у него базовый высокий щит и ешка скалирующиеся тоже от армора то есть получается вот этот вот баф и увеличение скейла это двойное как бы увеличение дамага на вышку и косвенное увеличение за счет армора дамага на ешку тем самым получается что смысла пикать конкретно для меня то есть человека который на мальфите так сказать играть умеет других топперов не имеет никакого смысла то есть сейчас меня как человека который там даймонд лоу даймонд игрок там пример даймон 45 там 321 без разницы то есть мне как человеку который играет на это но это наверное высокий но не не высочайший уровень где там со стопроцентной вероятности будут отплашивать от вашей ульты и так далее не имеет смысла какой мне смысл пикать фиору какой мне смысл пикать и релью зачем мне это делать зачем не пикать маука если я могу пикнуть малфита персонажи у которого брейна и вках а раскушки то есть это как параллель гантонка брейна и вка в целом скилл скилл сет безумный скейлинг от сейчас какого-нибудь гантлета который стал еще лучше и в целом вопрос зачем мне пикать других персонажей да здесь конечно есть такой момент как например об это плейнеры то есть если там на то возьмем свои на естественного малфита против него не возьмете но против стандартных ривенок там и рейли ри никто на каких-нибудь тех же фиор какой мне смысл брать другие пики и ответ очень он очень глупый и очень банальный смысла нет и вот эти мне это изменение не нравится я как человек который играет на малфите которая до сих пор его иногда пик и я не понимаю смысла так перебафать этот пик если они хотят ввести какую-нибудь изюминку на финала сезона что там будут играть какие-нибудь саппорт малфиты или там топ-плейн малфиты и джангл малфит и кстати джангл малфит тоже нужно попробовать ну окей ладно странно просто лично для меня это кажется странным ладно всем спасибо за просмотр с вами был каутон посмотрим что еще принесет нам патч 618 который также будет с подготовкой к финалам сезона то есть будут финал сезон проходить на патче 618 это первые изменения я думаю патч 618 будет будет более крупный что я лично хочу от патча 618 я хочу нерв гнара это сто процентов я хочу нерв юму это сто процентов я хочу скорее всего небольшой нерв в целом ромов и в игре сейчас на про уровне смотреть на это на это довольно таки скучно потому что все дерутся за ром персонажей из-за этого игра получается наоборот не более хаотичная там например какая-нибудь внезапная анивия пошла куда-нибудь за ром его нет все берут алиу все берут аурен соло и начинают летать по карте все из-за этого играет гипер пассивно это скучновато то есть можно было бы там что-нибудь сделать с ром персонажами и конечно же то есть самое такое вот на мой взгляд сейчас бесящее в игре это то что все без исключения мид лейнеры сейчас собирают чертов абиссал это меня просто уже заколебало абиссал сейчас слишком силен и если вы видите какого-нибудь мидера вы увидите на нем абиссал это жутко если они чуть понерфит абиссал то есть увеличит количество килл потенциалом на миде что не будет каждый без заключения персонаж в игре собирать абиссал на мид лейн лично мне будет интереснее ну посмотрим в любом случае патч меня обрадовал то есть даже если как говорить про меня человек который мы нет молфита ну как мы и нет умеет на нем играть наверное это тоже баф но с этим изменим как конкретно с этим змеем и не согласен и в общем удачи вам спокойного вам утра